Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр Ершов. Я являюсь старшим менеджером по работе с ускорительными пациентами Международного медицинского центра Чон Си из Южной Кореи. Мы решили сделать наш маленький видеоблог. Мы не претендуем на профессионализ. Наша главная цель – мы хотим вам рассказать немножко о том, что представляет собой наша больница, что вам можно ожидать, если вы собираетесь приезжать на лечение к нам или вообще на лечение в Корее. Многие вообще могут задать вопрос, а зачем стоит вообще ехать в Корею? Для тех, кто живет на Дальнем Востоке, Корея является более-менее известной страной. Кто-то здесь бывал в турпоездках или по каким-то другим делам. Люди, которые проживают в европейской части России, знают о Корее гораздо меньше, поэтому это страна неизвестного. Самое первое, что я хочу вам сказать, пожалуйста, не беспокойтесь. Причина здесь есть, что называется, свои люди. В больнице, в которой я работаю, Международный медицинский центр Чон Си, мы существуем не так давно. Мы работаем уже 13 лет. И из этих 13 лет, примерно 6 лет, да, 6,5 лет я уже работаю на больнице. С тех пор мы начали заниматься приемом на лечение пациентов из России и других стран, где говорят на русском языке. Вот это палаты, которые мы используем для наших настроенных пациентов. Вы видите, очень хороший вид. Ну и все, что необходимо для того, чтобы сделать пребывание пациента здесь комфортной. Кровать для самого пациента, кровать для сопровождающего родственника, диванчик, телевизор. Кстати, у нас есть русские каналы, несколько русских каналов по телевидению. Почему наши с вами соотечественники выезжают на лечение за границу? Ну, причины есть разные. Люди ищут высокие медицинские технологии, ищут высокий профессионализм медперсонала. Но, по моему опыту, важно не только качественное медицинское обслуживание, но и качественная, хорошая организация лечения. Знаете, когда больница большая, в ней много пациентов, очень важно правильно регулировать, направлять их поток, поток пациентов. Но, когда пациент приезжает из другой страны, задача усложняется. Ему очень непросто следовать в общем потоке, у него ограниченное время, у него, возможно, ограниченные финансовые ресурсы. Он не понимает язык этой страны, поэтому ему необходим кто-то, кто будет помогать ему вот в этом потоке двигаться, разрешать возникающие проблемы, по возможности укорачивать время его пребывания здесь, чтобы сэкономить время и средства. Вот этим как раз и занимаются медицинские координаты. Это то, чем занимаюсь я и мои коллеги.